Не так давно Анастасия Павлова стала мамой. Она не спускает с рук своё главное сокровище – девятимесячную дочь Владимиру. Как одиноко воспитывающему родителю, временами мытищенке бывает очень непросто. Когда появляются дела, малышку не с кем оставить. Теперь с появлением пункта «Помогатор» молодая женщина может воспользоваться услугой «Социальная бабушка». Например, ходьба по поликлиникам, как это у нас у всех неотложные дела. И так оставить ребёнка было бы очень кстати. Я переживаю, потому что, так как я мама, я очень полагаюсь на Наталью Юрьевну, потому что я думаю, что они искали проверенных бабушек. Соответственно, психологи с ними работали. Поэтому я доверяю. Знакомьтесь, это социальные бабушки. Именно они будут заботиться о детях одиноких мам, когда тем нужно решить неотложный вопрос. Эти женщины – члены клуба «Активное долголетие», филиал которого находится по соседству с «Помогатором». К участию в проекте пенсионерки готовились ответственно. Проходили обучение, работали с психологами. Одна из альтруисток – Любовь Абрамова. Забота о детях всегда была в её сердце. К тому же у неё есть высшее педагогическое образование. Мы хотим, чтобы были с нами рядом дети, за которыми мы присматривали и помогали этим мамочкам справиться с их трудностями. Поэтому мы должны помогать друг другу. Без помощи мы не проживём. Неравнодушные женщины будут присматривать за детьми на безвозмездной основе. Максимум времени, на который мама может оставить ребёнка – три часа. Но и это ещё не всё. В социально-терапевтическом пункте «Помогатор» окажут бесплатную психолого-педагогическую и юридическую поддержку мытищинским семьям. Консультировать будут мам и пап, у которых есть дети от нуля до четырёх лет. Это будет полезно родителям, попавшим в трудную жизненную ситуацию или испытывающих проблемы в воспитании. Идея создать социальные пункты по месту жительства граждан появилась у нас давно, уже порядка пяти лет. Потому что мы работаем с семьями неблагополучными и видим, что зачастую семьи попадают к нам, уже находящиеся в тяжёлом кризисе. Мы видим, что если бы мы помогли раньше, в самом-самом начале, ситуация не дошла бы до этого пика. В «Помогаторе» индивидуальные и групповые консультации будут проводить дипломированные психологи, педагоги и юристы. Такого в России ещё не было. Специалисты семейного центра Мытищинский первыми реализовали проект социальной поддержки. Самое главное, вот для чего существует проект, чтобы предотвратить риски попадания маленьких деток в детские учреждения, когда это очень негативно, можно сказать, сказывается на ребёнка. В день торжественного открытия в пункт уже успели обратиться первые родители. «Помогатор» начинает свою работу. График – три дня в неделю с 10 до 13.00. Если вы испытываете трудности в родительстве или вам не с кем оставить малыша, вас всегда поддержит в пространстве добра, который находится на втором этаже торгового центра «Июнь». А в начале лета планируется запуск ещё одного пункта – в Пироговском. Анна Смирнова, Вадим Воробьёв, Первомытищинский.